времени суток товарищи подписчики приветствую вас на моем канале выживание и сегодня как всегда такая вот тема свободневная где купить настоящий мед где они где честно купить настоящий мед вы не купите вообще нигде ну я не знаю вообще нигде то есть все вот ваши знакомые пасечники там рынок там еще кто-то это все люди вас просто обманывают кидают вас наглым образом продавая вам исключительную подделку такой липовый мед который вот ну липовый прямом смысле этого слова клипе не имеющее отношение потому что знаете вот как сколько лет занимая пчелами только лет убеждаюсь что настоящий мед купить нереально так как на самом деле 200 килограмм меда с улья это миф сказка бред сумасшедших людей честно вам скажу даже 30 килограмм меда с улья в год это тоже бред сумасшедшего человек потому что вот ну в регион откуда есть я это беларусь западная беларусь я вам так скажу что у нас за сезон реально собрать вот если без прикормки сахаром там без сиропа без всякой ерунды ну реально можно собрать 25 килограмм меда и все но и остальное оставить пчелкам там на зиму но это максимально максимально но в основном все собирают не больше 16 16 килограмм меда остальное оставляют пчелкам на зиму а все остальное все остальные пасечники вот эти все так бизнесмены зарабатывающие на меде это просто шарлатаны они делают сахарный сироп такой густой сахарный сироп и коровка специальные кормушки в ульи его наливают и пчелки за ночь за ночь перерабатывают 5 литров такой сироп 5 литров прощают но там мало в некоторое количество килограмм меда липового этот липовый мед потом появляется у нас на рынках у нас там по ценам таким вот беларусь часто 7 рублей за пол литровую баночку смешно в реальности в реальности вот кто пчеловоды занимаются них говорит если продавать мед за 7 рублей так вот да за баночку только там то рублей может вот работаешь на суле это нереально конечно же эти фантазеры они сейчас будут комментарии внизу писать там такие что я дурак вообще ничего не понимаю за пчелами там первый раз занимать ну я занимаюсь пчелами плотный хорошо и в то же время у меня разные ульи не только старинные такие лежаки у меня и дановские рутовские у еда и тем не менее магазины редко приходится ставить потому что по патичнически не приходится их ставить потому что пчела чтобы собрать один грамм меда один грамм меда вспомните пчеле нужно мне обрететь тысячу цветков тысячу а то и две тысячи цветков вы представьте это сколько надо цветков что было чтобы вот пасека у пчеловодов там по 100 ульев и каждый по 200 килограмм дает меда да 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 такие суммы сумасшедшие это надо все в цветах должно быть просто вот просто все в цветах ну там вообще тысяч встать негде было плюнуть некуда поэтому честно если вы хотите есть настоящий мед заводите себе пчел вот если вы пчел заведете себе вы будете есть настоящими а купить у вас его просто не получится потому что настоящий мед у нас не продают продают исключительный фальшивую подделку и все кто там собирается мне сейчас внизу лайки дизлайки ставить и писать гневные комментарии там еще раз хочу сказать хватит дурить народ зарабатывать на людях деньги вы продаете откровенно и такое вред будем говорить такой да чтоб не выражаться и этот вред не приносит пользы то есть мед теряет смысл совершенно и свои полезные свойства вот я качнул в этом году вот и нахожусь возле своей ловушки я ловлю пчел в лесу и пасека у меня тоже в лесу ну на полях в лесу вот такой на пушки лес так вот качнул я мед весенний майский и представляете какой все-таки аромат исходит от этого меда он пахнет травами цветами пахнет а теперь возьмите тот мед с рынка и понюхайте чем он пахнет вам скажут да нет так должно быть это такой специфический запах пчел ложь мед должен пахнуть цветами и вкус у него должен быть вкусный и приятный как же жжут жгучий такой в горле а все остальное то что воняет и слоится потом подержите базарный мед там год в банке не трогая увидите как он начнет слоится темными белыми прозрачными полосами все это говорит о том что добавлением разнообразных крахмала сахарного сиропа и подобные всякой ерунды люди делают так называемый мед настоящий мед не портится никогда не бродит и не нужны для него специальные условия хранения он может стоять у вас дома и не испортится никогда представляет себе мед никогда не портится а вот возьмите любой мед из рынка через год-два он у вас уже будет брашкой поэтому все кто желает еще раз повторять иметь хороший натуральный мед пожалуйста не покупайте его у шарлатанов даже у знакомых шарлатанов они все равно вас дурят потому что они сами его натуральные уже никогда не ели из привычки от того чтобы добавлять сахар ну и соответственно плюс еще к чему меда может быть действительно больше но в городах вот тогда там они пчелы летают по свалкам по мусоркам конфеты обвертки куда мы с них какой-то сладость собирают и когда по таку там заводов и подобное то есть опять это не мед это какая-то гадость конкретно мед настоящего нужно что пасека была в районе там 10 километров вокруг не должно быть ни души не дома никого поле лес и дикая природа тогда у вас будет натуральный хорошими а все остальное это просто некая такая вязкая гадость которую вы едите и откровенно травитесь дополнительно к тому еще многие эти пчеловоды леча разные болезни у пчел добавляют куча химикатов чтобы так ну побыстрее поэффективнее я к примеру вот и вам советую также делать использовать народные способы куча сейчас в интернете можно посчитать посмотреть куча народных способов которые действительно эффективно борются с разными разнообразными и клеща так называемого очень легко побороть простой мукой хвои высушить хвою измельчить ее на кофемолке и посыпать по дорожкам все не нужен никакой химический препарат чтобы это все сделать все очень просто элементарно но просто наш народ привык все на халяву побольше гребсти с людей денег чем давать качественный эффективный продукт подписываемся на канал пишем свои комментарии любые даже если это будет слишком гневный я дураков выслушаю а нормальные люди напишут хорошие комментарии